всем привет дорогие друзья снова снова с вами я серёга с канала я strip tv и сегодня я хочу вас познакомить с несколькими фактами о немецкой медицине здесь будут и хорошие и несколько плохих конечно итак поехали итак ребята выдумывать я вам сейчас ничего не буду потому что это все произошло буквально со мной все на личном опыте начнем не знаю даже с хороших или плохих фактов лера рассказывали на хорошие сначала факты а потом потом начинаешь переход в свою личную ситуацию ну ладно хорошо во первых не пугайся во первых о плюсах большой огромный плюс германии то что у каждого есть медицинская страховка если вы попадете в беду или какая-нибудь страшная болезнь настигнет вас хроническая какая-нибудь например то у вас всегда за спиной есть опора которая будет вас сопровождать поддерживать оплачивать вам медикаменты которые вам нужно будет хавать горами на которые денег не напасешься и так далее другой плюс то что мне нравится то здесь очень много домашних врачей то есть если вы заболели вам не нужно сразу напрямую и бежать в клинику и выстаивать там большие очереди то есть тут во всех городах очень много пунктов приема куда вы можете обратиться любого этого врача вы можете назначить своим личным домашним лечащим врачом и при любой маленькой болезни позвонить назначить термин то есть по записи и туда вы придете вам не нужно будет долго ждать и так далее это тоже я считаю огромным плюсом если вам не нравится например этот врач или тот иной то вы можете от него уйти к другому без проблем до выбрать себе любого может быть вам кто-то посоветует а может быть вы будете сами выбирать себе лечащего врача но теперь ребят на расскажу немножко о моем личном опыте например когда я жил в оленбурге я страдал головными болями обратился я к врачу мой первый врач был немецкий доктор мне было 20 лет у меня был вес 60 килограмм у меня были очень сильные головные боли и высокое давление как у я не знаю даже представить себе не могу он мне уделил внимание буквально пару минут засунул в меня давление понижающие медикаменты в принципе все и таблетки от головных болей и бупрофен об этом медикаменте и кожи ладно много времени я и халал ничем мне не помогало я решил поменять врача повинял врача это мне тоже немного дало он провел со мной все те же процедуры что и старый и сделал вывод что у меня мигрени и так меня начали лечить от мигрени это длилось почти пять лет но ничего не помогало у меня также были почти ежедневные головные боли плюс ко всему у меня постоянно ухудшало самочувствие у меня испортилась кожа и однажды когда уже я выглядел очень чмошно я скажу я пошел кожному врачу он взял у меня кровь и спустя пару дней я снова пришел к нему обсудить анализы он говорит слушай парень у тебя с белком что-то не то я говорит не специалист но по-моему у тебя почкам капут пипец по-русски говорят а я как раз был в процессе переезда сюда в гисен и он сказал ну ладно как переедешь пойди найди какого-нибудь врача и укажи им на то что у тебя плохо с белками вот так и сделал переехав сюда в гисен мне посоветовали одного одну русскую женщину домашнего врача которая стала со мной заниматься и углубляться в подробности что у меня с белком в итоге выяснилось что у меня почкам осталось десять процентов функции и все предыдущие четыре врача я не знаю куда они смотрели вообще куда вы вот смотрели фиг его знает ладно проехали так я попал на диализ в итоге у меня почка отказали я попал на диализ на диализе я провел три года это было кошмарное время вот у меня вот это фистула провел три года поставили меня на очередь но в очереди можно просто прождать до 10 лет почему я сейчас с вами моя родная сестра подарила мне свой орган подарила мне свою вторую почку считай спасла мне жизнь под 17 января стала моим вторым днем рождения так что я теперь буду праздновать 2 день рождения так вот блин ребят замерз тут солнце уже садится надо нам побыстрее снимать то будем опять в потемках сидеть так ну раз я начал про диализ я вам расскажу свои впечатления и своего опыта как это было я скажу вам честно очень хорошие условия созданы немецким немецкими этими немецкой медициной и всеми службами для диализ пациентов во-первых меня привозила забирала с дому отвозила на диализ центр и обратно такси такси конечно же оплачивалось все медицинской страховкой плюс вот эти все медикаменты которые я должен как хронический больной принимать если бы я платил сам я бы выходил на 70 80 евро в месяц я бы не мог себе это позволять это был бы напряг конкретный это тоже оплачивала медицинская страховка ну и условия в самом диализе центре были тоже прекрасные мы там диализ пациенты получают бесплатные напитки кофе чаи лимонады и еду очень даже приличную еду то есть кормят еще то есть этим все в порядке даже прекрасно так ребята ну сейчас хотелось бы это немножко немножко негатива сейчас я расскажу немножко негатива во первых я рассказывал что всегда в городах много этих домашних врачей по всему городу здесь играет человеческий фактор кому вы попадете потому что есть много хороших и много плохих это я из своего личного опыта поменял пять врачей и только на пятый раз мне повезло мне попалась хорошая русская добрая женщина которая вовремя вытянула меня так до этого первого во-вторых пофиг с какой проблемой вы придете головная боль там локоть болит или спина вам сразу пропишут что конечно вы наверное догадались кто здесь живет германии и бупрофен локоточек болит и бупрофен пришли со спина и бупрофен животик болит всем дают и бупрофен налево и направо дети и взрослые но никто не знает что это очень сильный болеутоляющий препарат который вот так вот пинает по вашим почкам если его регулярно принимать в итоге путь у вас в диализ центр ну я не хочу никого не устрашать но есть люди у кого немножко послабее у кого мощные почки ну один итог то что это очень бьет сильно по ним запомните есть много других препаратов которые есть много других препаратов которые не влияют негативно на ваши органы без побочных эффектов поэтому приходя если вам предлагают такие эти просите что-нибудь другое вам обязательно пропишут так вот теперь хочется рассказать другую сторону диализа попав на диализ вы попадаете автоматически на очередь за донорской почкой но вы можете рассчитывать на 10 лет очередь почему 10 почему не 20 или почему не 5 10 лет это такая средняя цифра сколько диализ пациент может выдержать после 10 он уже не выдержит трансплантации поэтому 10 лет обеспечены диализа но почему 10 ладно разобрались потому что человек не выдержит дело в том что один сеанс диализа дело в том что за один сеанс диализа страховка платит почти две тысячи евро представляете я не вру я не придумал это все правда очень дорогие медикаменты фильтр диализа использование этого диализатора аппарата вот эта большая искусственная почка плюс условия все медикаменты такси питание все это очень дорого стоит почти две тысячи представьте себе три раза в неделю это уже шесть тысяч шесть тысяч евро вот получается в течение десяти лет с вас будут качать бабки очень приличные и это прекрасно для всей этой банды всей этой мафии простые рядовые врачи они ни в чем не виноват даже они может быть об этом ничего не знают что у них за спиной такое вот творится отмывание денег это все из-за этой системы страховой компании почему считают СССР медицину в СССР самой лучшей почему она такая была потому что за это все платило государство государство было заинтересовано чтобы пациент выздоровел чтобы поставить его на ноги здесь же наоборот чем дольше будете болеть тем больше прибыли вы будете приносить желательно чтобы вы заболели чем-нибудь хроническим чтобы вы постоянно принимали таблетки которые тоже стоят денег за которую пошляет кто страховка ах вот такой вот интересный факт поведали мне в больнице некоторые пациенты ну и так ребята сейчас я вам рассказал те хорошие стороны медицинской те хорошие стороны медицины в Германии и немного о плохих делайте выводы как говорится сами я ничего не выдумывал я лишь рассказал свою историю на личном опыте ребят и я на самом деле очень благодарен тем врачам которые оставили меня на этой земле чтобы я снимал вам видос вот я благодарен своей сестре которая мне подарила еще одну жизнь все короче у меня кончились мысли спасибо вам за просмотр кому было интересно поставьте лайки мой оператор все это время стоял за камерой и подсказывал немножко жестами где что почем вот ладно до следующего видео всем пока